Уличная открытая выставка идей для оформления домов и благоустройства участка со свободным бесплатным входом – новый формат для нашего города. Многие люди стесняются и даже избегают заходить в торговые выставочные фирменные залы. Здесь, на Окском шоссе, теперь расположится площадка, где любой прохожий может ознакомиться с образцами, при этом не чувствуя необходимости обращаться к менеджерам. Кроме того, выставка под открытым небом значительно украсит наш город. Здесь, в этом уголке, сотрудники компании «Красная площадь» решили поделиться идеями, накопленными за долгое время работы и наблюдений. Кто-то вот сегодня вышел и пришел не с фотоаппаратом, чтобы эти идеи перенять и где-то воспользоваться ими, а с ведрами краски. И замарал все, до чего смог дотянуться. А стены у нас очень высокие, очень интересные. Мы хотим спросить, кто это? Это вандализм, это зависть. Какой вариант, какая версия правильная? Мы утверждать ни на какой не будем, но мы понимаем, что вокруг есть дикие люди, которым не нужна красота, которым не нужно общество открытых людей. Город меняется в лучшую сторону. Появляются парки, летние террасы, облагораживается общий вид. Настало время, когда можно делать красиво, не беспокоясь за свой труд, прямо на улице, для всех. Именно так и поступили специалисты Красной площади. Сделали для всех. Однако, прямо накануне долгожданного открытия выставки, некто решил нарушить планы фирмы. Ломать не строить. Эту поговорку как нельзя лучше проиллюстрировали неизвестные, залившие разными цветами краски, все объекты на выставочной площадке компании Красная площадь. К выставке специалисты компании готовились 4 месяца, а вот чтобы испортить их труд, понадобилась всего одна ночь. Говорить о нанесенном материальном ущербе не стоит. В изготовлении образцов использованы разнообразные материалы разных фактур и качества. Теперь работники срочно приводят выставочную площадку в порядок. Сегодня в 4 часа мы пригласили достаточно большое количество творческих людей, наших архитекторов, дизайнеров. И очень долго к этому событию готовились. Но сегодня утром так получилось, что мы обнаружили, что кто-то добавил нашему выставочному павильону, нашей выставке ярких красок. Открытие выставки руководство приняло решение не откладывать. Оно состоялось, несмотря на происки неизвестных. И в ближайшее время объект будет радовать рязанцев и давать вдохновение. Марина Комиссарова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».